В детском оздоровительном лагере Зорница, что в Благовещенске, проходит летняя научно-образовательная школа «Лифт в будущее». Об этом рассказали в информационном агентстве «Башинформ». На протяжении трех лет благотворительный фонд «Система» организует ежегодный конкурс «Система приоритетов для старшеклассников». Задача конкурса – создание условий для творчества, развития интеллектуальных способностей и склонности к проектной деятельности. В лагере был подготовлен учебный корпус из пяти аудиторий. Мы выезжали предварительно в Смоленскую школу изучить, как это проходит. Попытались учесть все советы и рекомендации, которые дали нам наши партнеры. Кроме того, попытались и знакомить ребят с культурой Башкортостана. В первую очередь это с кулинарными изделиями, которые у нас славятся в Башкортостане. Надеюсь, что те проекты, которые сейчас создадут дети, будут интереснее, полезны и нам, взрослым. В течение двух недель участники лагеря проводят научные исследования, занимаются в лабораториях по научно-техническому творчеству, разрабатывают собственные инновационные инженерно-технические проекты развития Башкортостана под руководством ведущих специалистов российских предприятий. Проекты школьников разрабатываются в трех направлениях – нефтедобыча, нефтепереработка, энергетика, экология и природопользование. В чем уникальность программы? Это то, что ее реализуют работодатели и очень высокая вовлеченность. То есть это на самом деле, она даже для Европы уникальная программа, а в России она первая такая. Мы, конечно, ждем еще других партнеров, которые какие-то другие отрасли представляют. Именно проект «ВСистема» позволяет именно выделить эту тему работы со школьниками, то есть как основной ресурс, который выстрелит не сегодня, даже не завтра. Выстрелят 5, 7, 10 лет, пока люди про определенные ступени образования. Участники брифинга утверждают, что именно после таких лагерей школьники твердо определяются со своим будущим и поступают в профильные учебные заведения. Альфия Альясова, телеканал ЮТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова